Всем большой привет! Начинаю я новый влог. Сегодня у нас понедельник. Вроде как передавали потепление, но на самом деле на улице 12 градусов. Нам с Колинкой сейчас надо сходить по делам в больницу и еще зайти в одно место. Но ветер вроде как поменьше, все равно будем одеваться потеплее. Я в прошлый раз одевала легкий плащик, я замерзла, поэтому будем одевать куртку. В среду будет праздник, День Ксении Петербургской. Я вам про нее чуть позже немножко расскажу, о ее жизни, как она вообще стала святой, какие подвиги она совершала при своей жизни, когда она жила и все такое. Это очень интересно, слушать про святой. Также еще хочу сказать, решила себя порадовать. Сейчас косметику я заказываю очень-очень редко. Наконец-таки я избавилась, я надеюсь, что я избавилась от этой зависимости, потому что раньше, в общем-то, ну и возможности раньше было больше и больше желания. Сейчас это уже переоценил все вот это вот и как-то уже подостыло. Последний раз я заказывала в Ивроше в ноябре прошлого года. Сейчас уже июнь. В общем, решила я вернуться к Фаберлику, периодически заказывать. Даже дело не в косметике. Мне нравятся там средства для дома. Плюс еще можно иногда одежду какую-то, даже ребенку заказывать. Так вот, значит, я себе сделала заказик, ну на минимальную сумму, чтобы получить подарок в следующем каталоге. На 1300 у меня получился, на 1400 по ценам каталога. Ну, в общем, 1000 там, 100 с копеечками. Вроде как, сегодня должен прийти заказ. У нас открылся пункт выдачи. Обычно, когда вот позапрошлом году я занималась Фаберликом, ну, сама себе заказывала, да. То есть не распространяла, не продавала, а только для себя. И в этот раз тоже для себя. Я получала в городе. Там можно было выбирать. В Калюньке сказала одежду. Не просто так. Я однажды брала ему футболочку. Сейчас я вам даже покажу. Вот это вот. Она очень классная. Я брала тогда, Калюнька, еще... Я брала еще тогда 92 размер. Но у них идет не только на 92 размер, а до 100. Что случается тогда у нее в позапрошлом году. То есть футболке летом примерно будет 2... А, ну, уже сейчас лето. Да, будет 2 года. В общем, краски не стерлись. Она просто в идеальном состоянии. Ничего не кашлатится. Катышков нету. И очень качественная. Я не помню, сколько она тогда стоила. Рублей 350, как-то так. 300, быть может. Очень классная. И по сей день мы ее носим. Вот. И я уверена, что мы еще в следующем году ее оденем. Вот. Поэтому футболка очень-очень классная. И я решила маечку заказать. У меня здесь куча литературы, которую я штудирую. Когда я читаю христианские книги, я стараюсь что-то где-то конспектировать. Конспектировать. Либо, если это мои книги, я помечаю. В общем, сейчас я вплотную занялась книгами церковными, потому что в период болезни мне не удавалось, к сожалению, читать. И мне нужно уже их отдавать. Мне уже совесть гложет, потому что они мне уже очень долго. И, ну, знаете, мало ли кто будет читать. Ну, ладно. Добротолюбие я взяла не так давно. Здесь изречения святых отцов на различные темы о вере, о Боге, о страхе Божьем, о любви. Ну, в общем, все очень такое насущно и актуально. Оптинские старцы я в прошлом году еще брала. Я говорю, так это стыдно. Она тяжело читается, потому что она очень толстая. И я также хочу законспектировать некоторые изречения оптинских старцев. Вот это вот Рафаил Каарелин «Умение умирать или искусство жить». Ну, я ее уже прочитала больше половины. Так, ну, это моя брошюрка. Значит, это мое Евангелие. И вот это вот моя книга. Сейчас я ее беру в шкаф, потому что это невидимая браль. Мне сейчас вот эти вот, главное, три книги прочитать, чтобы отдать. Вот эта вот тетрадь, в которую я конспектирую. У меня три или четыре тетради. Для чего я это делаю? Во-первых, для себя. Потому что, если я захочу что-то быстро найти, я буду знать, где это и что это. Во-вторых, я же раньше планировала вообще открывать второй канал, говорить о Боге, как-то просвещаться вместе с вами, просвещать вас, чем-то делиться, какими-то знаниями. Может быть, люди как-то, да, больше к Богу начнут приходить. И поэтому я, и отчасти, точнее, поэтому я тоже конспектирую. И сейчас я продолжаю конспектировать. Не знаю, я вообще, в принципе, люблю писать. Я считаю, это самое полезное, самое нужное, что нужно конспектировать лично для меня. Никого не призываю. Нет, ну, у меня такая жизнь. Вот, поэтому вот такая вот у меня здесь топка на столике. Сейчас вот эту вот книгу я убираю. Вот, и надо. В общем, я же еще помимо вот этих вот трех книг, я еще художественную книгу читаю. Смотрите, в прошлом году я тоже как-то накупила себе книг и заказывала на лабиринте, на зоне. И шантарам, который я давно хотела, я его купила. В общем, так он у меня и стоит. Так я к нему и не прикоснулась. Так он у меня стоит непрочитанный. У меня целая полка непрочитанных книг. Потом я еще брала в магазинах букинистического направления. И в Смоленске я понакупила книг. И здесь у нас брала... В общем, у меня куча непрочитанной литературы. Вот эту книгу покупала я в прошлом году, Фенни Флэк. А я до этого прочитала этого писателя в электронном виде «Рождество и красный кардинал». По-моему, такое название. И мне понравилась очень такая сказочная, уютная зимняя история. Мне захотелось продолжить знакомство с этим писателем. И купила я «Жареные зеленые помидоры» в кафе «Полустанок». Как и большинство, конечно же, повелась я на название. Книга на самом деле читается очень быстро. Она вот как-то легко читается. Но вот я на 221-й странице. Но читаю я вот это вот уже довольно долго. Потому что я читаю совсем по чуть-чуть, по 10-15 минут в день. Этого, конечно, очень мало. Но я чувствую, я ее скоро дочитаю. Здесь самая главная, знаете, линия, которую я не могу принять ввиду каких-то своих, наверное, нравственных, религиозных взглядов. Это то, что здесь история вертится вокруг двух женщин, которые любят друг друга. То есть, скажем так, они познакомились в юности и потом стали жить вместе. Одна из них до этого была замужем у нее, ребенок. И они вдвоем воспитывают этого ребенка. У них свое кафе. И вот именно из-за того, что это история любви двух женщин, я тяну. Да, здесь нету сцен. Здесь нету ничего, я имею в виду, таких, знаете, любовных сцен здесь нету. Но здесь есть другие моменты. Например, там, как кого-то там убило, кому-то там что-то отрезало. То есть, такие неприятные картины. Но в целом ничего ужасного я пока читаю. Я не знаю, может быть, у меня изменится отношение к этой книге. И я не могу сказать, что это скучное чтение. Я не могу сказать, что это банальное чтение. Но мое существо не принимает сюжетную линию. Вот эту именно любовную линию. Поэтому, конечно же, я ее прочту. И, может быть, потом, когда у меня будет возможность, я сделаю конкурс на своем канале. И вот эту книжечку в качестве одного из презентов я вам подарю. Читаю я аккуратненько. Книжечка новая абсолютно. Потому что мне кажется, что я ее уже перечитывать не стану. То есть, я ее прочитаю однажды, закончу и больше уже брать я ее в руки не стану. Все, сейчас я попью чаек. Сейчас я смотрю, кто у меня здесь видео выложил, на кого я подписана. Может быть, кого-то сейчас быстренько посмотрю или начну смотреть. И еще вам посоветую один сериал. Надеюсь, я не забуду. Кстати, вот эта кофта, она мне так нравится. Я, честно, раньше не думала. Как-то синий цвет. У меня очень мало в гардеробе одежды синего цвета. И мне прям так нравится, как синий цвет смотрится на мне. Прям потрясающе. Вот эту вот кофточку, сижу тут такая. Вот эту кофточку я покупала в секонд-хенде. Так, по-моему, по зиме, что ли. Ну, довольно давно я ее покупала. Как раз на зиму, ну, такое более плотное. Плотная ткань, сейчас как раз холодно, поэтому оденем. Калинка у меня там развлекается. Ну все, чаек. Вот наш будущий храм. Там строители работают. Строители молодцы работают. У нас храм строится исключительно на пожертвования населения. То есть никаких дополнительных денег никто не выделяет. А единственное, что сделала администрация, за что им огромное спасибо, они выбили место под стройку будущего храма. То есть помог представители администрации местной. Очень помогла. Потому что у нас вообще наш храм нынешний находится на краю города. А здесь, в центре, в парке, может быть, приход будет побольше. Может быть, побольше людей будет ходить. Потому что туда тоже нужно дойти. А даже, знаете, если на такси ехать, такси совсем не дешево. У нас, по-моему, рублей 70-80 по поселку такси. Тоже просто многие бабушки тяжело. А, да, кстати, это очки из фикс прайса. Посмотрите, какие классные. Хорошая новость. Заходили сейчас у нас на рынке пункт выдачи Фаберлик. Но он оказался закрыт. Там висел номер телефона. Думаю, надо позвонить. В общем, позвонила я. Она говорит, да, заказ уже пришел. Говорит, но она сейчас дома будет в 3 часа. Я говорю, блин, в 3 часа. Говорю, это ребенок. Говорю, спит. Ладно, тогда завтра. Вот. Она говорит, ну, я до 6 буду. Я говорю, ой, как здорово. То есть, все, пойдем, Калинка проснется. Пойдем. Ура, ура. Да, я забрала свой маленький заказик. И уже покажу вам в отдельном месте. Мы набегали. Сейчас вторник. Ходили в храм. Потом побежали. Полетели в аптеку за нафтезином. Пол дороги бежали. Оказалось, что нафтезина в аптеке нет. В общем, очень устали. Безрезультатно идем домой. Буду сейчас искать что-нибудь дома. Может, найду хотя бы капельку мне до завтра. И в одной аптеке нет. И в другой город все раскупили. У нас хорошо на улице. Да-на-на, да, Калинка. Ой-ой-ой-ой. А что это такое? Не надо, не надо. Это просто бумажка, Калинка. Улетела, улетела. Давай. На. Вот. На улице свете солнце. Хорошо. Но я все равно в кофточке. Вот. Так что все. Теперь идем домой. Уже 8 часов вечера. У нас ужина нет. Но мы решили по-быстренькому. Омлет приготовить и сосиску. Сварить.